Разбитое окно и замкнутый замок зажигания уже не в тренде. Угонщики давно вышли на новый уровень. Для того, чтобы похитить чужую машину, они используют специальное электронное оборудование. В зоне особого риска авто с бесключевым доступом, который позволяет владельцу попасть в машину, не нажимая кнопок на брелоке. Умная система считывает наличие ключа в радиусе метра и открывает двери. Такие машины угоняют с парковок торговых центров. Способ похищения называется удочка. На нее ловят того, кто клюнет. Злоумышленники работают в паре. Когда владелец паркует авто и уходит по своим делам, один из угонщиков следует за ним со специальным устройством. Оно ретранслирует сигнал от ключа. Второй в это время ждет возле машины с приемником. Автомобиль считает, что ключ находится рядом и открывает двери. После чего угонщик уезжает. Такой способ угона не привлекает внимания и быстро реализуем. Чаще всего с помощью удочки угоняют японские и корейские иномарки. Чтобы избежать потери авто, специалисты советуют подбирать сигнализацию под конкретную модель машины. Не стоит устанавливать дешевые или слишком популярные охранные системы. Если на авто уже установлена старая сигнализация, лучше заменить ее на современную и выбирать варианты с обратной связью. Не лишним будет оборудовать автомобиль GPS-маячком. На самом деле защитить автомобиль от угона ни одна сигнализация не способна. То есть, чтобы защитить эффективно, нужно устанавливать противоугонный комплекс. Обязательно какая-то система дополнительная, которая будет понимать, что пришел именно хозяин, а не угонщик с вашим ключом. То есть, это дополнительная система авторизации либо метка, либо ввод пин-кода на штатных кнопках, либо еще как-то. Обязательно несколько блокировок двигателя, в том числе в подкапотном пространстве. Как говорят эксперты, угнать можно любой автомобиль. Вопрос лишь в том, сколько времени на это придется потратить. Для эффективного противостояния угонщику можно установить дополнительные замки в двери и капот. Одна из самых простых и дешевых мер защиты от угона – замок на рулевой вал. Это металлический штырь, который не позволяет провернуть рулевое колесо. Посоветовал бы оставлять автомобили на освещенных участках местности. Желательно, чтобы рядом были какие-либо камеры наружного видеонаблюдения. Ну и не оставлять документы в салоне автомобиля. В Самаре чаще всего угоняют автомобили отечественного производства с парковок и неосвещенных дворов жилых домов. Цели у преступников разные. Некоторые сдают машину в металлолом, другие разбирают на запчасти. Бывает, что и подростки берут авто, чтобы покататься. Ответственность предусмотрена по статье 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража до 5 лет лишения свободы». И по статье 166 Уголовного кодекса Российской Федерации угон транспортного средства или неправомерное завладение транспортного средства, ответственность за которое предусмотрено до 7 лет лишения свободы. В последнее время в Самаре число угонов сократилось в 2,5 раза. Это связано с тем, что правоохранителям удалось задержать преступную группу, промышлявшую кражами авто. Они охотились на автомобиле премиальных марок японского производства. Максим Магомедов, Григорий Плешаков, Максим Гусев. События.